Про Крым. Украина неоднократно, четко, бескомпромиссно дала понять, что Крым это не предмет торга. Рано или поздно полуостров вернется под контроль Украины, будет украинским. Эту позицию украинскую поддерживают и наши западные партнеры. При этом периодически появляются некие миротворцы, вот как, например, президент Бразилии, который предлагает уступить Крымский полуостров России, дабы закончить войну. Как мировое сообщество должно реагировать на вот подобное заявление? В частности, заявление президента Бразилии. Два способа реакции. Либо игнорирование, такое ироничное игнорирование. То есть нет смысла возвращаться к тому, что уже умерло. То есть эти концепции, отдать что-то, потому что будет у вас мир, умерли в 2014 году. Наоборот, отдать что-то, это означает эскалацию. То есть, несомненно, вот отдали часть территории Украины в 2014 году, к сожалению, получили резкий рост милитаризации России, резкий рост агрессивных настроений, абсолютный отказ от международного права как таковой. Ну, безусловно, это нонсенс. И мне кажется, и второй способ реакции, если необходимо объяснять людям, то, наверное, на разных площадках нужно говорить, почему это так не работает. Ну, то есть, смотрите, нельзя даже думать о такой конструкции, потому что к тебе зашли, тебя 14 месяцев убивают, нарушая при этом международное право, по которому, я надеюсь, господин президент Бразилии все-таки живет, и к которому относятся серьезно, а не как Российская Федерация. То есть у тебя забрали часть суверенитета, у тебя забрали часть территории, твоих людей жестоко убивают. Причем пришли убивать именно умышленно, разрушая Украину. Не просто инфраструктуру, а именно идентичность Украины, собственно, концепцию Украины как страны, суверенной страны. То есть тебя убивают массово гражданское население геноцидным типом, у тебя воруют детей и вывозят, совершают десятки тысяч преступлений военного плана на твоей территории. После этого ты должен, ну, сражаясь за свое право быть свободным, 14 месяцев заплатив за это высочайшую цену, ты должен сказать, хорошо, я согласен отдать. Ну, то есть, грубо говоря, меня убивали, меня вырезали, но я теперь согласен отдать территорию, чтобы меня больше не убивали. Ну, это же нонсенс, правильно? Но если отойти от эмоциональной составляющей, перейти к прагматичной составляющей, я очень жалею, что не все лидеры, которые становятся лидерами других государств, располагают возможностью причинно-следственной связи понимать в полном объеме. Вот смотрите, что произойдет. Передача той или иной части Украины и России, ну, отказ от, например, освобождения той или иной части Украины, оккупированной территории, приведет к следующему. В России не начнется процесс политической трансформации. В России останется эта элита, которая сегодня, которая страдает агрессивными реваншистскими настроениями. Эта элита, обиженная на весь мир, начнет инвестировать гораздо больше денег в реваншизм, то есть в накачку своего населения дальше, милитарными планами. Она начнет инвестировать деньги в собственную военную промышленность с учетом опыта этой войны. Она начнет инвестировать деньги в хаотизацию глобальных политических отношений, то есть в террористические организации, в радикальные группировки политические, в попытки организовать государственные перевороты, в политические убийства, инвестировать в такие страны дополнительно, как Иран, Северная Корея, провоцируя их на какие-то агрессивные действия в своих регионах и так далее. То есть мы получим резкий рост хаотизации общественных отношений в мире, резкий рост милитарных настроений, и, соответственно, Россия будет считать, что она войну не проиграла, и, соответственно, она не будет заключать никакой договор послевоенный о соблюдении принципов безопасности Украины, о зоне демилитаризации, о репарациях, о военных преступлениях и так далее. То есть мы с вами добровольно даем билет нам всем на войну, на следующий этап, не только Украине, потому что Россия будет активно вмешиваться в европейские страны для того, чтобы сломать вот эту поддержку Украины. Но я вам скажу так, следующий этап войны мы уже не получим такую консолидацию вокруг Украины, потому что Россия будет работать гораздо тоньше, с общественными настроениями. Она уберет вот этих всех, о которых вы говорили, Скобеева и так далее, понимая их никчемность. Она поставит более тонких игроков, информационных игроков. То есть, грубо говоря, человек предлагает глобальному обществу взять добровольно билет на войну, на эскалацию следующего этапа войны. Ну то есть, как бы, аргумент какой должен быть у всех, чтобы принять это предложение. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok